В прошлых частях мы разобрали великие битвы, в которые германские племена сражались за свою независимость. Дестабургская битва, сражение при Едистовизе и битва у болот стали ключевыми в той войне. Для понимания сути этой политической борьбы нам нужно будет разобрать ряд боев 15-го года, то есть произошедших за год до Едистовиза, которым мы мало уделили внимания в нашем мини-сериале, а там есть что обсудить. Посмотрев этот фильм, вы сможете оценить полководческий талант Армении и узнаете, почему он больше так и не смог повторить разгром римских легионов, как в Тестабургском лесу. Римская империя не смогла сломить волю германцев к свободе. Но что было дальше? Победа над римлянами привела к серьезному политическому кризису в племени Херусском. Тяжелая война вызвала раздоры среди германских вождей. Мы попытаемся реконструировать, со слов Тацета, то, как развивался конфликт между Арминием и его дядей Ингиумером. При этом можно всегда понимать, что межличностный конфликт не имеет никакого значения в политике, если за каждым из участников противостояния не стоят его сторонники, материальные блага, войска и т.п. Каждый из участников таких конфликтов должен выражать интересы какой-то группы людей, на которых он, собственно, и опирается, введя политическую борьбу. Что могли не поделить Арминии и его дядя Ингиумер? Попробуем копнуть в предысторию конфликта. Армений – старший сын влиятельного вождя племени Херуссков – Сегимера. Армений, будучи десятилетним мальчиком, был отправлен в Рим в качестве заложника после того, как его племя было разбито в 8 году до н.э. римлянами. Он должен был вырасти в римских традициях и, вернувшись в племя, править от имени империи. Армений выбрал другой путь и примкнул к германскому восстанию против власти империи. Мы считаем, что Армений не мог организовать восстание, так как прибыл вместе с Варом на Рейн в 7 году, а через полтора года произошло Тевтобурское побоище. То есть у него было слишком мало времени на организацию такого масштабного выступления против римлян. Армений предложил лидерам восстания свой план, свой отряд кавалеристов в качестве ударной силы, свои знания римской армии и ее слабых сторон. Именно это выдвинуло его в одни из лидеров в той войне. Тацит не пишет, что Ингиомер примкнул к этому восстанию. Тацит в книге 1-й абзац 60-й написал такие строки про возобновление активной фазы войны в 14-м году. Эти речи подняли не только хирусков, но и соседние племена. Примкнул к Армению и его дядя со стороны отца Ингиомер, издавна пользовавшийся у римлян большим уважением. И это еще больше озаботило Цезаря. Из этих слов видно, что Ингиомер пользовался у римлян уважением. И его присоединение к Армению в войне с римлянами сильно озаботило Германика. То есть, видимо, ранее он поддерживал проримскую фракцию среди хирусков, а теперь присоединился к восстанию. Это косвенно подтверждает, что войны Ингиомера не сражались в Тевтобурской битве. Кто возглавлял восстание? Дион Кассий в римской истории книги 56-й абзац 19-й написал так. Вождями заговора и вероломной войны, которая уже начиналась, были наряду с прочими Армении и Сегемер, которые находились постоянно при варе и часто пировали за его столом. Сегемер с сыном Армением начали эту войну. Отец подготовил восстание, а сын присоединился и стал лидером. Предложенный Армением план войны приняли вожди. Ингиомер и Сегест, похоже, не стали воевать вообще. Победа в Тевтобурском лесу обогатила все племя. Не все были довольны, кроме воинов, вождей, выступавших за мир. Армений готовился к войне и создавал свою армию и искал союзников. В 2014 году активные боевые действия возобновились. Как мы уже указали, Ингиомер на этот раз присоединился к Армению. На следующий год состоялась серия битв войск Армении и Германика. Заслушайте рассказ Тацета про один из боев 15-го года, который был за год до битвы при Едистовизе. Войска Германика гонялись за Армением по германским землям и где-то в районе Тевтобурского леса обнаружили войско варваров. Тацет, Анналы, книга 1, абзац 63. Германик, следуя за Армением, отступавшим в непроходимой дебри, при первой представившейся возможности приказывает конницы захватить стремительным натиском поле, на котором расположились враги. Армений, повелев своим сомкнуться как можно теснее направиться к лесу, внезапно поворачивает назад, а затем спрятанному им в лесистом ущелье отряду подает знак устремиться на римлян. Свежими силами неприятеля наша конница была приведена в замешательство, а посланные ей на подмогу вспомогательные когорты, смятые толпой беглецов, усугубили смятение. И они были бы загнаны в топь, хорошо известную одолевающим и гибельную для ничего не знавших о ней, если бы Цезарь не подоспел с легионами и не построил их в боевые порядки. Это испугало врагов и вселило уверенность в наших. Противники разошлись без перевеса на чьей-нибудь стороне. Разберем эту битву. Войска на карте будут обозначены следующими цветами. Римляне. Темно-красный. Легионеры. Желтый. Ауксилии. Красно-оранжевый. Кавалерия. Германцы. Синий. Тяжелая пехота. Голубой. Легкая пехота застрельщиков. Черный. Кавалерия. Поле боя представляло из себя равнину, ограниченную лесами. Один ее край упирался в топь, другой в горы или холмы. Из гор вытекает небольшая мелководная речка, образуя урочище. Топь и урочище упоминал Тацет в своем повествовании. По этой дороге, движущейся римляне, германцы перегородили им путь. Римляне входят на равнину, а германцы поспешно отступают. Армений заманил римскую конницу в засаду. Он расположил свои войска так, что германик счел их легкой добычей и послал в атаку конницу. Увидев, что враг попался на приманку, армений приказывает своим воинам собраться вместе и, сомкнув ряды, отступать к лесу, сохраняя строй. Мы видим, что войска Армении выполняют сложный маневр на поле боя. То есть не сначала рассредотачиваются по поле боя, а потом по команде. Быстро строятся в боевые порядки и организованно отступают. Когда римляне приближаются к германцам, Армения подает знак засадному отряду, который наносит решительный удар по врагу и громит его. Римляне в панике бегут с полю боя и по дороге сметают еще и своих же ауксильев. Полный разгром. Но тут подходят легионы с германиком и Армений отступает. При этом германцы берут богатую добычу с убитых всадников. Это важно для поднятия авторитета Армении. Германик в виде расстройства своих войск не решился преследовать противника. Армений нанес противнику урон и увел более малочисленное свое войско из-под удара римлян. После серии битв римские войска в 15-м году начинают отход на зимние квартиры к реке Рейн. Часть войска с германиком уплыла на кораблях, а цицина повел свои четыре легиона пешком. Их путь частично пролегал через болото. Там же были проложенные мостки или гати, еще легионерами Агенобарба. То есть это была уже знакомая римлянам дорога. Армений со своими воинами совершил быстрый переход и, обогнав врага параллельным маршем, занял удобные места для сражения на этой местности. Место битвы Тацит описывал так. Анналы, книга 1, абзац 63. Это была узкая тропа среди расстилавшихся на большом пространстве болот, которая была когда-то проложена Луцием Домицием. Вдоль нее все было илистым, вязким от густой грязи и ненадежным из-за обильных ручьев. Вокруг леса, подымавшиеся на пологих склонах и занятые Армением, который, двигаясь кратчайшей дорогой и с предельной поспешностью, опередил наших обремененных поклажей и оружием воинов. Поясню, что гати – это своеобразные деревянные мостки, которые из-за нахождения во влажной среде гниют и приходят в негодность. Возможно, германцы, пройдя по ним, умышленно повредили дорогу, зная, что другого пути для римлян нет. По старым гатям пройти могли легионеры, но провести коней и обоз было уже невозможно. Цицина решила, что для продвижения по такой местности нужно сначала отремонтировать гати, которые изрядно обвечали. Поэтому он приказал построить укрепленный лагерь. На следующий день легионеры выставили заслоны из воинов, а часть легионеров принялась за восстановление дороги. Тацет описал эти события так. Анналы, книга 1, абзац 63. Варвары, стараясь прорвать выставленные заслоны и ринуться на ведущих работы, затевают стычки, обходят, выступают с разных сторон, смешиваются крики работающих и сражающихся. Все было неблагоприятно для римлян. Топкая почва, засасывавшая, остановившихся и скользкая для пытавшихся двигаться, тела, стесненные доспехами и воины, увязавшие в жидкой грязи, не могли как следует метать дротики. Херусские, напротив, привыкли сражаться в болотах, отличались большим ростом и своими огромными копьями могли разить с очень далекого расстояния. Только ночь избавила от разгрома дрогнувшие уже легионы. КОНЕЦ Мы видим, что германцы завладели стратегической инициативой. Они теснят легионы и фактически нанесли им поражение, если бы не наступившая ночь. Легионеры сумели запереться в лагере и были блокированы врагом. По сути, Армени снова повторил Тевтобурскую битву, только не с тремя, а с четырьмя легионами. При этом не с войсками, которые попали в ловушку, а с войском, которое готово к отражению натиска врага. Часто на форумах пишут, что Армени смог выиграть только один бой в Тевтобурском лесу, да и то воспользовавшись предательством и глупостью Вара. Но мы видим, что он по сути побеждает и Цецину, опытного командира, с армией, которая готова отражать нападение врага. Армени постоянно удивляет врага, выбирает тактику боя, наиболее подходящую для конкретной ситуации. В этой битве он предпринял вот такую хитрость. Тацит описал это так. Аналой, книга 1, абзац 64. Но германцы, воодушевленные успехом, и тут не дали себя отдыха, и всю воду, рождавшуюся на окрестных возвышенностях, отвели в низину. Она залила ее и смыла то, что уже было сделано, удвоив работу воинам. То есть они направили ручьи с холмов в ту сторону, где римляне строили гаки и смыли их. Действовали войска Армении абсолютно неординарно и шли к успеху. Тацит пишет, что римляне пробивались на равнину из болота, выставляя боевое охранение из двух легионов. Под их прикрытием легионеры снова строили гаки и готовили дорогу для обоза. Они не бросали раненых и гражданских. После этого засели в новом лагере. Как бы там ни было, римляне потратили целый лишний день для преодоления этого топкого места. Только представьте, каково было римлянам наблюдать, как враги без особого труда затопили только что построенные гаки, которые теперь заново нужно было восстанавливать. Армений не только сумел физически вымотать противника, но и нанес ему серьезный моральный удар. И последующие события покажут, насколько сильно это повлияло на дисциплину в легионах. На следующий день римская армия выступила в том же боевом порядке. Порядок следования на марше римских войск возьмем из книги Питера Каноли, который реконструировал его на основе сообщений Иосифа Флавия в записках об иудейской войне. Но в этот стандартный порядок Тицина внес свои изменения, указанные Тацитом. Наша реконструкция выглядит так. Впереди шел авангардный легион, растянувшийся на полтора километра. За ним сразу же находился их обоз. Минимальная структурная единица легиона – это контуберний, объединяющий по восемь человек. Они сражались вместе и жили в одной палатке. Представители от каждой контубернии шли сразу за первым легионом. Каждый из них вел по одному мулу, везущему палатку, колы для строительства бронительной стены и вала, окружающего ночной лагерь, ручную мельницу, кирки, топоры и лопаты и другой инструмент для строительства лагеря и полевого быта. Мулы шли, видимо, попарно по дороге. Мулов было 2400 штук на четыре легиона. Если на одного мула в колонне приходилось по два с половиной метра, то они вытянулись бы на три километра по дороге. Далее следовало босс командующего. Он сам и его телохранители. Какой длины он был, сложно сказать. Допустим, 300 метров. Далее следовала легионная конница. Она растянулась метров на 500. Потом валы тянули телеги с осадной техникой. В каждом легионе было по 10 анагаров. На четыре легиона их должно быть 40 штук. Средняя телега занимает метров 6 на дороге с учетом интервалов преследований друг за другом. Сколько телег приходилось на каждый анагар, сложно сказать. Предположим, 5 штук, так как надо было везти как само орудие, так и боеприпасы к нему. Тогда они растянутся на 1200 метров. Далее следовали трибуны, легаты и их охранение. Допустим, что они занимали 300 метров. В реконструкции каноли далее шли легионы и их обозы и замыкали колонну Ауксилии. Но Тацет пишет, что армия Цицины двигалась по-другому. Два легиона и, видимо, часть Ауксилии шла сбоку от походной колонны и прикрывала их от возможных нападений врага. Из этого следует, что по дороге далее шли обозы трех легионов. Их сопровождали слуги. За ними следовали гражданские, состоящие из неофициальных жен легионеров, маркетанок, работорговцев, захваченных в походе рабов. Сколько их было, сложно сказать. Несколько тысяч уж точно. Растянулись они километр на полтора. Явно их не бросили на произвол судьбы, в отличие от вара в Тертобургской битве. Замыкали походную колонну последний легион и, видимо, вспомогательные войска. Но Тацит про них не указывает. Хотя это логично и было обычной практикой для римлян. Каков был размер легионного обоза? Каждый легионер на себе тащил паек на трое суток. Чтобы кормить четыре легиона Ауксилиев и вьючных животных, требуется 52 тонны провианта в сутки. Оценочно одна телега могла перевозить 500-750 килограмм груза. По крайней мере, так писали в одной из статьи в интернете. Но кто их знает, насколько неверно оценивали грузоподъемность. Возьмем по минималкам. Для обеспечения армии на марше на пять суток понадобится 520 телег. При длине одной телеги на марше в 6 метров колонна вытянется на 3 километра 120 метров. Кто-то скажет, что телеги были разные и одноосные были покороче. Согласен, но и грузоподъемность на них была поменьше. Также в обозе тащили полевую артиллерию, скорпионы, моноболисты. На них также нужно было выделять повозки. Так что 3 километра 500 метров это минимальная длина этих обозов. В эти обозы включены и обозы Ауксилиев, которые приписывались каждому легиону. Итого мы получаем колонну в 13 300 метров. Без учета длины авангардных Ауксилиев, разведчиков и замыкающих вспомогательных войск. Начало и конец колонны прикрывать легионерами с флангов не нужно было, так как там и так шли легионеры. По дороге они выстраивали 6 рядов и шли в таком порядке. Наверняка их поддерживали застрельщики и вспомогательных войск с фланга. Мы получаем неприкрытую с фланга колонну в 10 километров 300 метров. Чтобы их прикрыть, с лева фланга легионеры должны были растянуться в 3 ряда. И даже при этом они покрывали всего лишь 6 километров. Возможно, что легионеры не прикрывали командующего и трибунов с легионной конницей. И там шли только Ауксилии. Это экономит 1100 метров. Но все равно образовывалась брешь в 3 километра, которого закрывали вспомогательные части. Это вызывало нервозность у легионеров, так как они были неуверены в их благонадежности. Армений приказал своим воинам имитировать готовность к бою. Они выходили из леса и римляне видели, как их многое. При этом наверняка в местах главных ударов Армений сосредоточил с численно превосходящей силой. А на второстепенных либо вообще никого не было, либо просто имитировали наличие войск отряды легких застрельщиков. Легионеры смотрели на скапливающиеся против них отрядов варваров и приходили в ужас. Они четко понимали, что гарантированно потерпят поражение, если против множества шеренг варваров они выстрелят всего три. Не дожидаясь этого, фланговые легионы впали в панику и бросились бежать на более выгодные позиции, где бы они смогли построиться в правильные боевые порядки для отражения атак германцев. Легионеров нужно было преодолеть по грязи несколько километров, а тем, кто был в конце колонны, целых семь. На это ушло бы не менее двух часов, хотя, видимо, Армений не ждал так долго. Про это скажу чуть попозже. Германцы подгоняли римлян, устраивая мелкие стычки, но в полномасштабную атаку не шли. Они ждали, когда противник оставят без прикрытия обозы. Ауксилия, двигавшаяся за фланговыми легионерами, видя, что отойти вперед они физически не успеют, отступила к рьергардному легиону. А босс накрыла паника. Все понимали, что варвары их сейчас всех убьют. Кто мог бежать, бросал телеги и следовал за солдатами. Создалась давка, и движение практически остановилось, или как минимум замедлилось. Армений следил за ходом битвы и не упускал ни юники из своих рук. Тацит про это написал так. Анналы, книга 1, абзац 65. Армений, однако, напал не сразу, хотя и мог это сделать, не встретив сопротивления. И лишь когда обозу увязли в грязи рытвинах, пришли в смятение находившиеся возле них воины, был нарушен порядок движения, все сбилось в кучу, и как это бывает в подобных обстоятельствах, каждый думал более всего о себе, и уши стали плохо воспринимать приказания. Лишь тогда он велит германцам броситься в бой, воскликнув, вот он вар, и вторично скованные той же судьбой легионы. Субтитры создавал DimaTorzok Что мы видим? Арменин начал атаку, выждав наилучший момент для своих воинов. А его воины слушаются приказов и не вступают в битву беспорядочно. То есть, говоря по-военному, в войске есть субординация и дисциплина. Да, может быть не идеальная, но это не дикая толпа, а армия. В спорах на исторических форумах нами было сломано немало копий на этом вопросе, например, на сайте сообщества «Империал» в теме «Арминий, вождь херуссков». Я зарегистрирован там как рават. Брат в этих спорах не участвует. В форумчане хором отрицают дисциплину у германцев. Они пишут о том, что была воинская традиция, но не дисциплина, и войска были дикими и не слушали своих командиров. Но из того отрывка Тацита, который вы только что прослушали, очевидно, что это было совсем не так. Кстати, не все уж так критично относятся к нашим идеям. Например, мне за споры в теме права Армении повысили репутацию вот с такими комментариями. И это не последний человек на форуме, извините на его рейтинг. Так что идет нормальная историческая дискуссия. Кто из вас хочет присоединиться, ссылку там в описании к видео. Армения такова со сборными воинами врага, пытаясь захватить орла легиона, чтобы подорвать стойкость солдат противника. То есть он не просто атакует кого придется, а выбирает наиболее важную цель. При этом он приказывает поражать опознанных животных и боевых коней. На узкой дороге в болотах крупные туши перекрывали возможности легом ехать и по сути останавливали движение колонны. В современной войне делают так же, когда нужно уничтожить врага на марше. Подрывают головную и последнюю машину в колонии. На дороге в том месте, где нельзя их объехать. Колонна блокируется и после этого идет ее уничтожение. По сути Армения делал так же. Мы не говорим, что это лично он придумал. Но он был хорошим учеником и быстро постигал науку войны. Из сообщений Тацита о том, что германцы напали на орла одного из легионов можно сделать влажные выводы. Мы реконструировали бой таким вот образом. Первый из прикрывающих сланга обоз легионов видимо построился на удобном месте. Но пробежав по грязи до трех километров, воины были вымотаны и совершенно не готовы к активным боевым действиям. Второй легион, прикрывающий обоз с флангов, почти достиг первого и был так же вымотан. Но германцы напали на них. Орел легиона римляне несли впереди легионы и бой завязался за него. Армений не дал обоим легионам выстроиться для боя и один из них перехватил на марше. Также германцы напали на обоз и гражданских. В брешь между фланговыми легионами ворвались германцы и стали уничтожать мулов, везущих в палатки легионеров и захватывать инструменты для постройки лагеря. Именно тут Армений приказал убивать животных, чтобы остальные мулы не могли сбежать с дороги. Из 2400 мулов большая часть оказалась в руках германцев вместе с поклажей. Это был очень серьезный трофей. Возможно, воинам Армении удалось освободить часть пленников, когда они напали на хвост колонны, поэтому можно предположить, что Армений ждал нужного момента для атаки всего около одного часа или даже меньше. Сациэн это увидел и лично попытался восстановить порядок войске, но к нему приблизились варвары и убили коня под ним. Полководец упал, на него накинулись враги. Но Римская армия была лучшей армией в Средиземноморье. Вангардный первый легион, увидев бедственное положение обоза, предпринял контратаку. Им удалось отбить своего полководца и спасти часть людей. Большая часть обоза досталась германцам. При этом мы видим, что сильно потрепали не только продовольственные запасы, но и мулов, везущих шансовый инструмент и палатки. Тацит не пишет, что варвары захватили осадную артиллерию римлян. Видимо, ее римляне сами уничтожили или это сделали германцы. Полевую артиллерию солдаты могли спасти, так как она не такая тяжелая, ее можно было вынести с поля боя на руках. Контратака римского ангарда заставила германцев начать отступление как минимум от головы римской колонны. Воспользовавшись этим, арьергард также стал пробиваться к основным силам. Видимо, варвары не стали им чинить сильные препятствия в этом. Видя приближающихся к ним легионеров, они отступали мимо, снова подступали к обозу и продолжали делить добычу между собой. Обозные телеги безнадежно застряли на дороге и, видимо, большая их часть стала добычей германцев. Армений не сумел убедить своих воинов добить римские войска, поспешно отступающие из трясины. Тацет про это написал так. Анналы, книга 1, абзац 65. Нашим помогла жадность врага ради грабежа и добычи, прекратившего битву. И под вечер легионы выбрались наконец на ровное место и на твердую почву. И кто-то скажет сейчас, ну вот же, варвары не слушаются Армении и вместо преследования грабят обоз. Это все объяснимо. Варвары разбили врага и посчитали, что теперь пришло время грабежа. Отдавать приказы в такой суете крайне сложно. Но мы знаем, что в подобные ситуации попадали многие античные армии, у которых, несомненно, была дисциплина. Все же не надо забывать, что у Армении ополчение, а не солдаты регулярной армии. Управлять ими намного сложнее на поле боя, чем вымаштранными легионерами. То есть, ему было сложнее рулить своими людьми, чем Цицине, но он его постоянно переигрывал. Вырвавшиеся легионеры оказались в очень трудной ситуации. Послушайте слова Тацата там же. Нужно было насыпать вал и таскать на него землю, но многое из того, на чем ее носят и чем вырезают дерн, было потеряно. Манипулы не имели палаток, нечем было перевязывать раненых. Деля между собой забрызганные грязью и кровью припасы, воины горестно сетовали на надвигавшуюся гробовую тьму и на то, что для стольких тысяч людей пришел последний день. А что это значит? Армия потеряла, помимо прочего, много еды и шансы на прорыв из этого леса стали призрачными. Римляне были сильно морально подавлены. Кстати, эти легионеры несколькими неделями ранее принимали участие в захоронении останков воинов вара и видели, какая жестокая участь постигла их. Да и возле римского лагеря варвары также бесновались, жестоко убивая пленников. Ночью с привязи сорвалась лошадь и понеслась по лагерю, поднимая шум. Воины с просонок подумали, что враг ворвался в лагерь и началась паника. И они стали метаться по лагерю и часть из них бросилась бежать к воротам, чтобы покинуть, как и не думали, западню. Командиры не могли их никак остановить и убедить, что нападения нет. Цицина также пытался остановить бегущих, но его не слушались. Тогда он обогнал их и лег в воротах. Чтобы выйти из лагеря, теперь нужно было переступить легато. Войны не решились на это и паника улеглась. После этого Цицина приказал всем собраться на площади перед его палаткой. Он толкает речь, в которой призывает к мужеству, выдержке, напоминает о том, что дорого каждому. Говорит, что бегство не поможет и паникеры погибнут от рук врага в болотах и лесах. Победа только в решительных действиях и личной выдержке. После этого он выбирает лучших воинов и отдает им своих коней, чтобы те шли в бой конными. Так же поступают все офицеры его штаба. Дисциплина была восстановлена. Обратим внимание, что в такой же ситуации Квинти Левар вместо восстановления дисциплины и поднятия боевого духа воинов предпочел вспороть себе живот и часть его штаба последовала его примеру. Как говорится, дурной пример заразителен. Войско упало духом и было разгромлено, а вот Цицина отдает своего коня самым достойным легионерам и его штаб поступает так же. Этим жестом командир говорит, что он разделит участь простых солдат, лишив себя возможности спастись бегством из-за подни на коне. Это несомненно оценили простые воины и стали готовиться к битве совершенно с другим настроем. То, что произошло дальше, раскрывает суть конфликта Армении и его дяди Ингиумера. Послушайте, что про это пишет Тацин. Анналы, книга 1, абзац 68. Не менее беспокойно было в лагере у германцев, которые были возбуждены надеждами, нетерпением и разногласием между вождями. Армении советовал не препятствовать римлянам выйти из лагеря и затем снова загнать их в болото и непроходимые топи, тогда как Ингвиомер склонял к более решительным и желанным для варваров действиям, предлагая пойти на укрепление приступом. Так они быстро захватят лагерь, им достанется больше пленных и добыча будет в полной сохранности. Мы видим, что Армении предлагает поступить разумно и нападать на римлян тогда, когда те находятся в растянутых походных колоннах. Истребляя их на марше, можно постепенно перебить всех по частям. Но Ингвиомер стал наставить на немедленном штурме римского лагеря. Он выразил чайние тех вождей, которые боялись упустить добычу. Ведь вар в Тевтобурском лесу, когда его германцы точно так же заперли в ночном лагере, приказал сжечь все повозки и иное лишнее имущество и идти войскам налегке. Ведь это огромное богатство. И после той победы многие сетовали, что могли бы получить больше добычи, если бы они напали на лагерь трусливых римлян. И возбужденный Ингвиомером большая часть вождей приняла его план битвы. И они решили немедленно штурмовать римский лагерь. При этом нужно еще учесть, что успех от разграбления обоза и последующей после этого пьянка затуманили сознание многих воинов. Арминий проиграл этот раунд политической борьбы. Из-за этого мы видим, что Арминий один из лидеров, а не полноправный правитель. Решения принимаются советом вождей. Ингиомер ликовал. Он поставил на свое место взорвавшегося племянника и он ведет войско на битву. Вся слава, почет и лучшая доля в добыче теперь будут его. Варвары подготовили фашины для закидывания рвов и с рассветом пошли на приступ. Германцы, видимо, предприняли лобовую атаку на одну из сторон прямоугольного укрепленного лагеря. Никаких хитростей, никаких попыток окружить врага, проведя отвлекающие и основные атаки. Никаких премудрости, только грубая сила и надежда на воинское счастье. Цацино все это предвидел и готовил своих воинов морально и правильно расположил войска. Атака на хорошо укрепленный лагерь не принесла немедленного успеха. Атакующие застряли во рву и навали скольгами. Хоть ров не глубок и колы небольшие, но преодолеть их при наличии защитников не так уж и просто, как кажется. Многие были ранены, наступая на мины античности чеснок, который расставлялся перед укреплениями. Их ставили в несколько рядов в шахматном порядке, маскировали травкой или иным способом. Вы видите реконструкцию вала и чеснока с ютуб-канала Легио. Рекомендую всем посетить этот канал, там много информации по римской истории. Жестокая битва кипела на римских укреплениях. Легионеры с отчаянием обреченных держались из последних сил. Варвары с достойным уважением мужеством продолжали неистовый натиск. Вот-вот трусливые латиняне дрогнут и желанные трофеи окажутся в их руках. Павшие в битвах родственники и друзья будут отомщены и боги вознаградят каждого задомлить. Но как говорится в подобных ситуациях что-то пошло не так. Понеся потери германцы устали. Их натиск ослаб, а римляне так и не дрогнули. В этот момент Цицина повел легионеров в контратаку из боковых ворот. Пока кавалеристы отвлекали на себя внимание врага, римская пехота построилась для решительной атаки. Германцы увидев, что их окружают, пали в панику и бросились бежать с поля боя. Тацет пишет, что преследование врага шло до ночи, то есть весь день. Видимо был взят лагерь врага и противник разбежался кто куда смог. Арминь не был ранен в этой битве. Да видимо он и не лез в гущу сражения понимая к чему все идет. Да и соперничество с Ингиумером делало бессмысленными активные действия по плану своего дяди. Армению было совсем невыгодно, чтобы была победа в этой битве. Ингиумер получил тяжелое ранение, так как хотел доказать всем, что он лидер и его план самый лучший. Этот раунд Армений выиграл, но очень дорогой ценой. Если бы германцы послушались Армении, то Цицина повторил бы участь Вара, а потерять еще четырех легионов, то есть половина войск в данном регионе, полностью бы остановила активные боевые действия со стороны римлян. Такого удара империя уже не выдержала бы. На следующий год была бита приегистовиза и войском командовали снова Армений и Ингиумер. Но мы видим, что Армений в новой битве громит батавов, но войска жаждет полевого сражения. Вполне возможно, что на полевом сражении настаивает именно Ингиумер и его сторонники. Армений пытается склонить их к своей тактике, но видимо безуспешно. Помня опыт прошлого года, он размещает основной лагерь подальше от поля боя, и это спасает войска от полного разгрома. Про это мы говорили в фильме про биту у болота в часть первая. Сражаясь перед дистовиза Армений покрыл себя славой, и никто не усомнился в его мужестве. При этом он опять же доказал, что его план войны более правильный, и вожди снова выдвинули его в лидеры. Армений стал проводить партизанскую войну в действие и свек битву у Вала Ангривариев в ничью с заключением почетного мира. Авторитет Ингиумера после этого упал ниже Плинтуса. Заговорочным лидером становится Армений и берет всю власть в свои руки. Далее происходит ссора Ингиумера и Арминия. Тацет, книга 2, абзац 45. Ингиумер перешел с отрядом своих воинов к Марабоду, сделавший это не по какой-либо иной причине, как только из-за того, что приходясь Армению дядей и будучи в летах, он не желал повиноваться молодому племяннику, сыну своего брата. Ингиумер открыто выступил против племянника, начав гражданскую войну в племени херуссков. В германских землях появилось два мощных центра силы, это союз племен Армения и царство Марабода. Зайните на карту. Оцените размер земель, подконтрольных Армению и Марабоду. Предстояла большая война двух великих вождей германских племен. В следующем фильме мы разберем войну Армения и Марабода. А пока готовится этот фильм, рекомендую вам посмотреть нашу работу про марафонскую битву. Ссылка в конечных заставках и в описании к видео. Уверяю, будет очень интересно. Всем пока-пока. Наши спонсоры и рекомендуемые фильмы. Последние донаты. Подписывайтесь, чтобы не пропустить интересные и полезные фильмы именно для вас. Общий рейтинг тех, кто поддерживает наш проект Wargame.Ross. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова